Всем привет! Это наш подкаст о жизни и о всяком разном. Меня зовут Альмира, а рядом со мной мой дедушка и по совместительству автор и музыкант ваших любимых каверов. Да, внучка. Мои каверы, конечно, может и не настолько любимые всеми, но послушать и посмотреть советую. Многим нравится мой канал. Из твоего разрешения я, пожалуй, продолжу воспоминания о своем детстве. Ведь они относятся к началу 50-х годов, а это значит, ну, лет 70 назад. Настоящая история. Да, это уж точно. Я ведь сейчас бываю в тех местах. Летом почти каждый день туда на велосипеде в качестве тренировки спортивной езжу и проезжаю, да, вот этот вот самый детский сад, о котором я говорил, который находится совсем неподалеку от дачи Буденного. Точнее сказать, от бывшей дачи Буденного, потому что, насколько мне известно, сейчас она во владениях генерала Громова. Такой генерал, который воевал в Афганскую войну. И находится она на Минском шоссе, вот там, где уходит влево дорога на Переделкино. Вот как раз здесь дача Буденного. А с правой стороны, ну, совсем неподалеку, вот тот самый дом, в котором находился в начале 50-х годов детский сад, куда я ходил. Да, это интересно, ведь сейчас многие это даже не знают. Хочу рассказать немного о моей маме. Мама работала бухгалтером в прокатно-транспортной конторе. Это была автобаза совсем рядом с нашим домом на территории нашей воинской части. Я часто к ней приходил на работу. Дома-то было скучно, и она мне, вспоминаю, давала разные карандаши и бумагу. И я рисовал всё подряд. Однажды я сидел напротив её начальника. Ну, как я сейчас помню, наверное, это был главный бухгалтер, наверное. Его лицо было очень серьёзным. Он был единственным мужчиной среди женщин. Их было всего человек 8, наверное, в бухгалтерии в этой. И я его так умудрился нарисовать, что стоял хохот в течение долгого времени. Женщины смеялись над ним. Я не обладал художественными способностями. У меня очень хорошо получались танки, самолёты, автомобили. А людей я не умел рисовать. Совершенно не умел. Кстати, помню, на территории этой прокатной автомобильной базы стояли, как сейчас помню, три танка. Ну, они, очевидно, были по Можайскому шоссе перенаправлены сюда после войны. Вот. Вспоминаю, кстати, как у забора лежали гильзы от снарядов. Такие из меди. Такая, ну, большая гора, в общем-то, так. Они сложены были, как дрова. Ну, в общем, много их там было. Вот. И я с удовольствием... Мне так было интересно залезть в этот танк. Однажды мне удалось. Я пролез как-то туда, не знаю, через передний люк. Я его, так, помню, открыл, значит, и залез. Ну, еще ребенок. Ну, как-то мне интересно было. Залез, сел вот в это кожаное кресло. Значит, там ручки какие-то, все вот это вот. В общем, вспоминаю. Это было довольно-довольно... Такие теплые остались воспоминания от всего этого. Сейчас вот уже наступила весна. И я вспоминаю, как мы всей семьей каждый год ездили на Первомайскую демонстрацию. Приезжали на Белорусский вокзал. Мне там обычно покупали такой красный флажок с золотыми буквами. Но я еще читать-то не умел толком. И мы пешком шли, вливаясь в колонну демонстраторов до Красной площади. И я помню, уставал очень, и отец часто нес меня на плечах. Я очень хорошо помню радость на лицах людей, которые нас окружали. Они пели песни, плясали. Кто-то играл на гармошке. И меня это удивляло. Мы-то ведь жили в воинской части, и там такого не было никогда. Но я пел песни, помню, с солдатами, которые шли с троем. Подпевал, точнее, что-то. Я сзади, вот помню, пристраивался, маршировал, пытался идти с ними в ногу. А это было все совсем по-другому. И я тогда все это как-то не очень хорошо понимал. А когда мы проходили мимо Мавзолея, я, конечно, в лицо узнал только двух человек. Это были Буденный с его вот этими широкими усами черными в разлет. Ну, потому что я его очень часто видел тоже на разных, на плакатах, скорее всего. И, конечно, Сталин. Сталин был повсюду, на всех вообще, на картинках, где только его не было. Ну, Сталин был на фотографиях, я помню, из книжки, которая до сих пор у меня где-то там хранится. Вот, не знаю, мне даже интересно было ее найти. Но сейчас уже это очень трудно сделать. И эти вот фотографии, я помню, тогда черным карандашом все измалевал. Вот такой оставил след о своем детстве. Надо эту книжку найти. А уже позже я очень хорошо запомнил день, когда Сталина хоронили. Помню отлично, какая была погода. Помню, как мама пришла домой на обед с работы и сказала так, мрачно сказала, серьезно, Сталин умер. И помню хорошо, как днем все гудело. И мне показалось, что это очень долго такой гул стоял. Такого никогда не было. Рядом заводская труба гудела. На Можайском шоссе встали автомобили и тоже сигналили. И стоял какой-то страшный тяжелый гул в воздухе со стороны Москвы. Одинцова-то тогда еще не было городом. Поэтому со стороны Москвы только это все было слышно. У нас-то по железной дороге по белорусскому направлению станция Баковка была, а следующая Одинцова. А сколько лет тебе было? Ну, тут уж я точно могу сказать. Это же был март 1953-го. Мне было 4 года. Ну, вот еще и о старшем брате тоже хотел вспомнить. Тогда он уже учился в школе. На 6 лет он меня старше. И гонял повсюду на таком красном велосипеде. По-моему, он назывался так, этот велосипед, школьник. И вот, значит, меня он отвозил на этом велосипеде очень часто в детский сад. И однажды, значит, мама дала ему поручение молоко на обратном пути привезти. Вот. И я сейчас вспоминаю, как он сажал меня на раму. Я держался за руль. Вот. И, значит, купил он это молоко в бедоне. Тогда продавали его в такой желтой бочке. Привозили на станцию Баковка. И едем, едем, едем. И такая тропинка там перед выездом на Можайское шоссе. А слева пруд. Наш пруд детства, где я всегда купался, где научился плавать. И вот дорога идет вниз на спуск. Плавный спуск такой. Но брат там разогнался, скорость набрал. А буквально через 10 метров резкий подъем, выезд на Можайское шоссе. И вот он не сумел этот подъем взять. Упали. Так, я помню, плакал. Он на меня навалил. И молоко потекло, значит, по земле. Ну, там, конечно, немножко осталось в бетоне что-то. Ну, в общем, я так вспоминаю это, конечно, со слезами на глазах. Отлично. Я просто тебя заслушалась. Давайте пока на этом закончим. Вы можете подписаться на наши инстаграмы. Ссылки все будут в описании. Если хотите поддержать нашу программу, то тоже все ссылочки будут в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это было все. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok